ОМТВ ЮЭЙ, ПРО ГОЛОВНЕ Боевые действия будут идти до тех пор, пока Украина не сдастся. Единственное условие для начала мирных переговоров – демилитаризация. ...указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. Об этом заявил начальник генерального штаба генерал Всеслав Кукула. Его цитирует издание «Речь Посполита». Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский уточнил, что поиски объекта, который пересек воздушную границу страны, продолжаются. Все силы противовоздушной обороны страны приведены в боевую готовность. Появление летающего объекта со стороны украинской границы совпало с массированной атакой российских вооруженных сил территории Украины сегодня. В связи с этим президент Польши Анджей Дуда объявил срочное совещание. СМИ сообщают, что ракета предположительно упала недалеко от поселка Вожучин в Томашовском повете. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине. Ну ты дебил! Производство вооружения в оборонной отрасли Украины по сравнению с прошлым годом увеличилось тем временем в три раза. Производственные мощности страны в шесть. Такие данные озвучили на совместном брифинге Минстротекпрома и Укроборонопрома Украины, который прошел в Киеве. Руководители оборонных ведомств Александр Камышин и Герман Сметанин рассказали, чего удалось добиться за уходящий год. Чиновники заявили, что Украина начнет массово производить снаряды 155-мм калибра образца стандартов НАТО. Единственная проблема — это поставки пороха, изготовление которого не увеличилось во всем мире. В следующем году в Украине не только планируют произвести 1 миллион FPV-дронов, как декларировал ранее президент Владимир Зеленский, но и тысячи ударных беспилотников со значительно большей дальностью поражения. Кроме этого, в Украине появятся аналоги иранских шахедов, которые используют российские военные в атаках на Украину. У нас есть более пяти серийно производимых аналогов «Шахед-131». И есть одно изделие, которое является аналогом «Шахед-136». В этом плане можно выбирать любую позицию. И все это — изделия, которые серийно производятся, и улучшаются. Потому что, например, у изделия, которое ранее работало на 1100 километров, скоро будет новая версия. Вы о ней услышите со временем. По результатам применения. Мы ожидали, действительно, что через год, согласно прогнозам, мы будем расти где-то на 62%. Немного больше. Там 64, кажется, было. Но мы к концу года запустили новые продукты, как уже говорил министр. Это дальнобойные дроны, которые начали производить. Это FPV-дроны на своих предприятиях. Также увеличили объем производства той продукции, которую производили с начала года, но в недостаточном количестве. К примеру, БТР. Новость, которую ждали последние 10 лет. Трезубец возможностей российские ЗЭТ-военкоры объясняют зрителям, зачем Россия почти два года воевала за Маринку. Репортажи пропагандистов из разрушенного города напоминают фильм «Катастрофу». О том, как россиянам преподнесли взятие руин Маринке, расскажут мои коллеги. Вот она, наша Маринка. Освобожденные руины. Репортажи российских пропагандистов из тертого с лица земли города по задумке должны вызывать радость и гордость у зрителей. Но вместо этого чувство безысходности и ужас. Один из старейших российских военкоров Александр Сладков хотел воспеть подвиги своих соотечественников. Но получился фильм «Фантазма гория». Проспект Дружбы, вот этот был, камера не передает ощущения этого замерзшего города. Первый канал тоже не отстает в откровениях. Герои репортажа из города-призрака простодушно признаются на камеру, как уничтожали город. Это, соответственно, здание музея раньше было. Рада вот это и музей. Здание высокие, перекрывали все подходы. И вот пока мы тоже здание не сложили, не получилось подойти. Новость, которую ждали без преувеличения последние 10 лет. Так на телеканале НТВ объявили о захвате развалин. Жуткие кадры из этого военкора и ведущая сопровождали пояснениями, за что билась российская армия 21 месяц. Значение этой победы сложно переоценить. Раковая опухоль на юго-западной окраине Донецка удалена. Это фактически окраина Донецка. Ехать-то там 15 минут. Объяснил на пальцах для своих читателей значение захваченных руин и ультраправый телеканал «Царьград». Обороняться тут чрезвычайно удобно. Маринка – это трезубец возможностей, говорится на сайте издания. Чем так важно освобождение Маринки? Взять, закрепиться, наступать дальше. Написала комсомольская правда, известная также, как любимая гадета Путина. Главная новость даже не во взятии развалена. В том, что наши продолжили наступление в сторону Курахова. Вышли на окраины Георгиевки вдоль трассы Н-15. Но не все пропагандисты радовались первой победе. Меланхолично предостерег от шапка закидательства своих зрителей телеведущий Владимир Соловьев. Враг сдался, враг бежит. То есть вот этим всем надо понять, что не-не-не. Война серьезная, никто сдаваться не собирается. Поэтому рано чепчики в воздух бросать. Остался недоволен парадом восторженных публикация о захвате Маринки и воюющий на стороне России Егор Гузенко под позывным 13-й. Это, конечно, очень хорошо, что взята Маринка и почти вся Авдеевка. Но посмотрите, сколько лет это происходило. Какой численность у этих населенных пунктов, а также сколько бойцов за них погибло. Давайте честно ответим на все вопросы. Какую цену за это заплатили? Заплатили, к сожалению, не те, кто с пеной у рта пляшет. Надеемся на то, что Владимир Владимирович и виновные в тысячи сломанных судеб на Новый год не захлебнутся от крови наших ребят, которые наполнены до краев их изящные бокалы «Горите в аду». Именно такой подписью сопровождается запись одной из жен российских мобилизованных в телеграм-канале «Путь домой». Муж этой женщины погиб на фронте. Она записала видеообращение к родственникам других военных. «Борите за них сейчас, именно сегодня. Делайте все возможное. А я считаю, что возможно, а одно единственное – это Сочи, это побег. Я считаю, что если ваш муж вернулся в отпуск домой, просто бегите с ним. Другого пути у вас нет. Я не успела. Я тот человек, который не успел. Я сейчас приехала на те самые новые территории. Я приехала к своему мужу в Бердянске, в территорию Запорожской области. И знаете, я хочу вам сказать, что здесь людям это не нужно. Это никому не нужно. Я не интересовалась политикой. Я не интересовалась тем, что происходит в нашем государстве. Я не интересовалась законами. Я не интересовалась ничем, кроме работы, дом, работа, дом. Так, как живет наш среднестатистический гражданин. И вот я потеряла своего самого любимого человека. Что случилось? Почему все это происходит? А знаете почему? Задайте вопрос почему. Так, почему? 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 Ну, потому что, ну, потому что, потому что, потому что получили пиздец. Вот и все. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли. Первые из истребителей F-16, обещанные в Западном Украине, вероятно, уже находятся в стране. Сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник. Летом США одобрили передачу Киеву истребители F-16 от Дании и Нидерландов. Две недели назад стало известно, что голландцы начали готовить 18 истребителей к отправке на Украину. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдан.